но было хорошо но и ощущение как будто ты что-то не успел сделать у меня здесь был стресс очень сильно я пережила где-то в середине обучения у меня даже был такой момент я была на грани уйти его собрать вещи уйти обидно сколько я буду стоять вот одно и то же как мне это все надоело одно и то же одно и то же именно вот это вот ощущение да что я не могу ничего прям злость была такая это не надо делать ведь это же не однодневный проект они были в шоке я мастер с 33-летним стажем если даже даже мне говорят а чё ты едешь а чему еще учиться понимаете даже вот такой вопрос но только мастер знает который любит свою работу что ему не хватает что нужно еще вложить что вот можно еще сделать лучше до юры вот например у меня было прям такое творческое голодание я вот думала про себя ну сколько я буду стоять вот одно и то же как мне это все надоело одно и то же одно и то же ну вот наверно мужских стрижка больше ничего не сделаешь ну что здесь делаешь вот короткие стрижки короткие стрижки ну и ладно средний короткий я даже думал перейти на женского мастера потому что мне вот не хватало вот я хотел что-то творить а потом уже когда приехала к юре я поняла тут не все так просто но было хорошо но и ощущение как будто ты что-то не успел сделать просто по всему курсу ну вот когда допустим про себя говорю юра давал какие-то задания там отработка отработка на болванках так далее было ощущение блин два с половиной месяца ты еще успеешь там ты еще доделаешь да и т.п. там ну ладно эту работу ну как бы ты плева сделал грубо говоря там отнес и так к ней а уже потом в конце вот час об этом жалеешь что вот именно тогда надо было делать вот только в конце пришло осознание причем поэтому по большому счету меня лейла научила этому состоянию делать до последнего чтобы это было идеально и юра про это всегда говорил ну как бы ира я слышала на юра говорил но я всегда смотрела на лейл она делает во первых такое большое чувство что действительно прошли было нелегко было в какие-то моменты просто брал психоз такой что что ты чай не можешь догнать ну прям вот ну больше наверное диалог с собой был всегда и и Уникальность в том, что, во-первых, мы будем работать только ножницами индивидуально с каждым клиентом. Работая по его структуре костной, то есть индивидуальный подход к каждому клиенту, столько техник узнали, и мы понимаем теперь, как эти техники применить индивидуально, то есть не просто делаем или делаем, а делаем именно там, где это нужно, необходимо, то есть, как Юра говорит, да, это будет результат, но мы будем его предвидеть, мы будем знать, что в итоге получится, прежде чем это мы будем делать. Я, честно говоря, особо так собрать все мысли не смогу, потому что не вспомню, можно сказать. Многое могу и не вспомнить, многое останется, наверное, где-нибудь там, за кадром. Но, в общем, если говорить о прошедших двух с половиной месяцах, в общем, было все здорово, да, вот в целом, если эмоции все взять, каждодневно это работа, работа, работа наша. Моменты жизненные, искусство жизненное такое, которое мы не умеем, он передает, его научил великий человек Юрий Миронович, теперь он нас учит, и вообще шикарно, что я даже сюда попал, для меня это, наверное, жизнь поменялась. Сейчас я приеду в Иркутск, я буду стараться менять себя, стараться клиентов как-то доводить до ума, что это надо так делать, это надо так носить, как я сейчас делаю стрижки, я буду их вот именно говорить, что это так носится теперь, это надо так делать. Как превратить из простой формы, из простой формы, сделать, выточить прям идеал, это нас заставляет болеть перфекционизмом, мы начинаем, как бы, Юра к этому прям стремился, что люди, вы должны прям заболезти, это прям болезнь должна быть у вас, что вы должны просто взять и вот, не просто пришел клиент, его застриг, все, свободен, все, вот там, 200 рублей, спасибо, до свидания, а должен прийти клиент, и он должен, какого бы он там ни был, там, все люди, как бы, по-своему, красивые, некрасивые, но он должен выйти от тебя таким, чтобы его, когда люди встречали, задавали вопрос, ты где так, кто тебя так подстриг, кто тебя так сделал. Сама философия, она, именно вот, увидеть баланс, увидеть, конкрафт, это целая культура, которая заставляет задуматься о том, что на самом деле надо вернуться к истокам парикмахистского искусства, что красота, она не наводится, понятно, что так проще, так легко взять машинку и отсечь все не нужно, но надо думать, в первую очередь, о людях, что надо видеть в человеке форму, надо увидеть в каждом человеке его красоту, как-то создать ему красоту, вот что такое хэнкрафт на самом деле. Ну да, было непросто, то, что, может быть, то, что без базы немножко сложновато было. Я думаю, что все-таки пожалела, что базы не было. Вот. Вот. Может быть, даже, ну, если база была, то больше возьмешь. Юра-то ценные знания дает, но они, когда ты неподготовленный, они не могут, как, не сто процентов лягут. Вот. У меня здесь был стресс очень сильно. Я переживала где-то в середине обучения. У меня даже был такой момент, я была на грани уйти, вот собрать вещи и уйти. Очень мне было тяжело, очень. Благодаря моему сыну, который здесь проводил время, а дома мне говорили, мам, что тебе непонятно? Вот смотри, вот сюда, вот сюда, вот так, вот так. Иди, давай, все, иди. У тебя все получится. И я потихоньку пережила. Вот я ушла в этот стресс, и потихоньку я его пережила. Ну, у меня где-то вот неделя была такая кризисная. И потом, как Юра мне объяснил один момент, на котором я застопорилась, от чего, собственно, у меня такой стресс был. Как у меня, пошло, 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 и все. У меня радость, счастье. Муж приехал, говорит, тебе прямо на пользу профессия парикмахера. Ты хоть и допоздна, там, так тяжело работать и на ногах. Да мой радостный, счастливый. Я, говорит, еще тебе денег дам, едь на следующий курс учись. Очень, да, интересно. Мы вот с Натальей тоже подружились, и она говорит, Женя, я ей рассказала, там, допустим, историю своей, ну, так, немного биографии. Говорю, вот, представляешь, говорю, я за всю жизнь ни разу никуда не ездила, кроме своей бабушки, там, в деревню, там, которая жила недалеко. Я ни разу не была за границей, нигде не была, в принципе. Она говорит, а как ты, вот, отважилась и поехала. Я говорю, ну, знаешь, у меня появилось огромное желание, и об этом все сказано. И я, кстати, хочу пожелать всем, кто там нас смотрит и будет смотреть, друзья, желайте, мечтайте, дерзайте, и все у вас обязательно получится. Это я точно знаю. Вот считал я почему-то так, это, на мой взгляд, 11 номер, самый лучший вообще по балансу. Вот просто посмотрите, вот так, я сейчас там не вижу, там, может, это, вот так, посмотрите сзади, посмотрите сбоку, смотрите вот так. Это, вот, допустим, у нас получилось работать на первом месте. Потому что, если что-то делаешь руками, умеешь что-то делать, ну, в принципе, никогда не пропадешь. Подумал, чем бы я мог заниматься, что мне больше нравится. Ну, и как-то полез вот в интернет, выскочило незнакомое мне слово тогда еще. Ну, я набрал, естественно, там, парикмахер, туда-сюда, у меня выскакивает барбер. Я думаю, дай гляну, что за барбер. Ну, и втянулся в эту тему. И отсюда все и пошло. Ну, относительно барберинга, это, ну, как бы старт для молодых мастеров, начинающих. Важно, важно уметь в базу. Вот, оттяжечки, вот, стричь на оттяжечках, уметь строить формы, вот это кайф. Вот возле височков, смотрите, мы тут делаем всегда по-росту. Я вообще женщину просил, чтобы я не знакомый мужчина. Надо делать очень быстро, чтобы было все равномерно прокрашено. Молодой человек, кофе можно взять. Чувствуете себя мужчиной? Переживай. Вот именно в этот момент. Я очень редко бываю доволен результатом. Я очень самокритичный человек. Меня где-то Иришка чуть-чуть приземляла и говорит, Юр, ну, расслабься, все нормально. Задача ребят сейчас выйти хорошими мастерами, иметь вектор развития, знать четко технологический процесс, то, что они не могут сейчас работать так, как ты хочешь, чтобы они работали. Это понятно, потому что многое нужно отработать, многое нужно понять. И то, что ты хочешь, это невозможно просто взять и сразу вот это вот сделать. Я как-то вот с этой мыслью чуть переспал, я как-то так подумал, взвесил и думаю, а ведь действительно так и есть. Ведь по сути, какие они пришли и какие они сейчас, каждый из них знает и технологический процесс, каждый из них работает в этом технологическом процессе. Никто из них не сбивается, не прыгает из стороны в сторону, это уже о чем-то говорит. И, конечно, когда они не знают работать, как с каким-то волосом поработать, да, и что, какую технику, где можно применить, конечно, это только с опытом. Ощущение, я рада, что Юра нас отучил, я рада, что моя мечта сбылась. Я рада, что Юра нас сейчас вот не просто отпускает и говорит, ребят, куда хотите, туда идите. Вот он у нас как бы дальше направляет, у нас есть цель, вершина, которую нужно достичь, есть планы. Это здорово, что можно дальше развиваться, как бы не останавливаться. Тяжело говорю. Я рада, что попала именно сюда. Почему платочка не предусмотрена? Ай. На самом деле у меня очень печальные эмоции, потому что уже все заканчивается, как будто вчера только приехали. Мне на самом деле это обидно. Жалко, что я уезжаю отсюда. Уезжаю, и мне приходится прощаться со своими коллегами, со своими друзьями. С Юрой прощаться, потому что Юра не будет рядом. Юра не будет наставлять так, ругаться не будет. Потому что Юра постоянно что-то говорил, ты так неправильно делал, ты не так, надо так делать. Он постоянно что-то говорил и переживал за меня. Он сейчас переживает за меня. Мне кажется, Юра стал не только другом, но каким-то таким, может сказать, братом. Я знаю, что сейчас я приеду, допустим, в свой родный город. И реально на каждом клиенте будешь делать так, чтобы это было, как Юра говорит, как на конкурс. Чтобы это было идеально, чтобы это было чисто. Потому что даже смотришь другие работы, я не хочу никого обидеть и так далее. Может быть, люди это не видят. И я раньше это не видела. Но, правда, мужчины ходят с очень грязными стрижками и с очень некрасивыми. Ну, я это говорю, это кровь из глаз, когда я теперь это смотрю. И это... Ну, короче, хочется делать по-другому. Казалось, что люди просто ставят оценки друг другу. Все. Меня, конечно, это подкосило в тот день. Я не ожидал, что будет реакция именно истерика, выход вообще из аудитории. Лейла считает, что она очень высокого уровня мастер, что те люди, которые ее оценивают, они типа недостойны этой оценки. То есть того, чтобы оценивать ее работу. То есть, условно, я так понял основную причину. По сути, внутренняя составляющая этого, она должна была быть у любого амбициозного человека. И задача сейчас ребят, это настолько сконцентрироваться на всем процессе. И то, что они сейчас судят, оценивают, хотя они некомпетентны в оценках. И именно в этот момент у них происходит развитие, понимание, чувство формы. Ну, как? Ты же видишь, ты конфетку не можешь отличить от не конфетки, что ли? Как бы понятно было, да? Ну, и в тот момент, наверное, было ощущение, что ты бездарен просто. И когда оценками это подтвердили, я думаю, ну все, иди домой. То есть, ты не сдержалась, получается? Нет, я же вообще не могла сдержаться. Я подошла к болвану и понимаю, что я не могу работать. Я не умею, значит, да? Я, значит, не вижу многого, да? Ну, в работе именно. Для меня это было очень обидно, наверное. Я больше злилась на себя, почему ты так делаешь, да? Ты же можешь лучше, делай. Нет, я понимаю, я так понимаю, что там был какой-то в том, что тебе не понравилось, что ребята оценили неправильно. Нет. Получается, конфликт был у меня внутренний, да? Почему? Потому что я говорю, я подошла к болвану, я не понимаю, саму себя я не могла понять. Я понимаю, что оценки, получается, да, еще больше подтвердили, что да, действительно, ты нифига не можешь. Было именно вот это вот ощущение, да, что я не могу ничего. От этого прям, прям злость была такая. Ты к вам даже из аудитории выбежала, да? Я не выбежала, я просто вышла, думаю, сейчас пройдусь. Понимаю, что меня уносит еще больше. Если бы я осталась, я думаю, мне было бы легче прожить этот момент, да? А так как я была наедине с собой, у меня там буева мне такая была. Много стресса, понятно. Да, все залила, кажется. Океан вышел из своих берегов. Вообще огонь, блин. Смеюсь я, вспоминаю, смешно так. Не помните еще про плоскость, ребят, то, что вы можете сейчас взять здесь, допустим. Ну, сейчас тоже экзамен сдавали. Мои ошибки, мои там напутствие, так сказать. Ну, все в точку. Так, я, кажется, хочу вытереть. Ну, буду бороться с этими слезами. Вот. Да, еще надо, то, что Юра дал, надо на практике все закрепить, чтобы уже пробелов так особо, ну, закрыть все пробелы. Это же не только вот стрижка. Очень человек должен быть всесторонне развит и художественным, и в других направлениях, чтобы видеть правильно форму. Это все я и не знала, честно сказать, вот правильно, ведь форма пока не пришла к Юре. У нас даже было так, что мы в первые дни выбирали фотографии. Юра говорил, просто выберите то, что вам нравится, вот какая стрижка вам нравится. Мы выбирали. И все, он собрал наши номерки, которые мы выбрали, этот самый, и все. И вот вчера он говорил, а потом в последний день я вам покажу. И заново мы прошли тот же самый тест. Тогда где-то попали, где-то не попали. Но теперь, пройдя вот это обучение, мы все попали, мы видели правильную форму. Ну, вот я решилась, меня подвигает еще мой, говорю, ребенок, что его нужно обучать в дальнейшем. Она у меня хочет обучаться в Питере. Она очень талантливая девочка, художница. И для того, чтобы обучать своего ребенка, мне нужно зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать, мне нужно было стать как личностью, как парикмахером личностью. Не просто непростым парикмахером, парикмахером личностью. Чтобы реализовывать себя. Ну, конечно, они меня все поддержали, поддержали. У меня две дочери. Это я имею в виду, она понимает ваш поступок? Вы ради нее это делаете? Ну, и, конечно, понимает. Ну, вообще, как бы ради всех, ради нее, ради младшей, ради старшей, ради самой себя. Я это сделала. Ну, как бы начала свою жизнь заново, что ли. В другую сторону, наверное. Есть сейчас вое душевление? Мне хочется быстрее, я говорю, хочется быстрее взять и начать работать. Огромное желание, огромное воодушевление. Ну, такое прям, знаете, как перспектива, работать, развиваться, творить. Ну, такое состояние. Стал сильнее? Сильнее, конечно, стал. Теоретически. Ну, и частично практически, да. В плане, там, стрижек, там, уверенности поприбавилось. Но, опять же, ну, это все надо отрабатывать. Укреплять, укреплять, укреплять. Полученные знания, теоретически. Ну, настроя, понимаем, тебе такой серьезный, да? Серьезный, прямо. Следующий. Я только всегда за профессионализм. Уверен, что если мы культуру хэнкрафт разобьем, и ее станет, она станет так же популярна, как барберинг, хэнкрафтинг будет тоже прям такой вот в тренде. Я уверен, что хэнкрафтеров говняных тоже может найтись куча. Вот. Наша задача не допустить этого, конечно, контролировать уровень качества газовых услуг и так далее. Но я уверен, что это может быть. Сменой своей профессии ты уже очень доволен. Думаю, что буду продвигаться просто вот на высшем уровне уже. Я сейчас вижу, что творится, да, в парикмахерской, в искусстве парикмахерском. Кто что, как стрижет. И я понимаю, что мне так покажется, наверное, как будто бы я хвалюсь, да, но на самом деле у меня такое состояние, да, сейчас в душе, что у меня очень много знаний, мне всего лишь нужно немножко попробовать на практике, и мастер из меня будет, это 100%. Знающий, что стрижет, где стрижет и когда стрижет. Следить за своими руками, ну, чтобы, допустим, и мозг, и руки шли в параллели, да, допустим, не так вот по привычке делаешь, не задумываясь, а уже конкретно думаешь, что, зачем и для чего ты делаешь. Это всегда автоматически, да? Да, да, ну, я говорю, параллельно мозг и руки, это однозначно. Раньше это было как по стандарту, да, пришел на работу, ты их подстриг, все клиенты довольны, допустим, все ходят, одни и те же, ты уже знаешь каждого голову, и ты там, 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 быстро подстригла, поболтала, ну, больше такое. А сейчас вот именно мозг и руки, мозг и руки. Могу без всякого стыда сказать, что без меня, это так пока сейчас громко будет, без меня им будет сложно, потому что они не будут знать, куда дальше в этом развиваться, а без них мне будет сложно, потому что один в поле не водит. мы придумали систему дальнейших взаимодействий, эта система достаточно глобальна. Рабство нас, Юра, берет. Серьезно? Нет, ничего, конечно. Договора о нашем дальнейшем развитии, развитии его проекта, Ханкрафтовой академии, культуры этой. Вот. То есть, речь-то о чем? Что вы будете продолжать уже сотрудничать? Да, конечно, это будет взаимное развитие, Юра на развитие, его академии, его культуры и, конечно, наше развитие, как мастеров, ханкрафтеров, мастеров, которые работают руками, ножницами. Я, например, хочу преподавать. Мы с Юрой об этом говорили, хочу преподавать. Вот. И чтобы преподавать, как бы мы будем сотрудничать с Юрой. Я хочу преподавать именно программу Ханкрафт, потому что это... Все равно, вот, мне кажется, я не хочу говорить, что барберы там плохие, есть хорошие барберы, не говорю ничего такого, но работа Ханкрафт – это классик. Она всегда в моде, она всегда смотрится, она всегда смотрится богато. Что-то связано просто с вопросом, с ответом, а что-то связано с судьбой человека. И вот для меня их судьбы дальнейшие, они гораздо важнее, нежели я кому-то там отдал в агентское вознаграждение или не отдал я агентское вознаграждение, а не отдал там, потому что этот человек не написал, что там он от агента. Ну, там, система своя, я не знаю сейчас, насколько там вообще поймут, не поймут, что я говорю. Вот. Ну, те, кто знают, о чем я сейчас, да, агент именно, они поймут, о чем я говорю. Найти правильное место и правильного человека, который тебя обошел. Я когда поехал, я даже не понял, куда я поехал. Я скажу честно, я даже вот для меня это было бы... Да, я еду на кучиться, на парикмахера, вот, мне было бы понять. А потом, наверное, что я не еду учиться на парикмахера, это совсем две разные вещи. Лучше бы я 18 лет пошла сразу на парикмахера. Ну, честно, да, у меня такая маленькая семья стала. Каждый друг друга знает, как, что и почему. Ну, и поддержка очень большая, если честно, правда, ну, вот, ребятам на будущее, кто вот, ну, приедет. Субтитры сделал DimaTorzok